Добрый вечер. Точка доступа в эфире. Программа о том, что связывает людей о дорогах, транспорте и путешествиях. Студия Оксана Холодова. Не переключайтесь. Инвестиционный проект «Предмостовая» презентовали в Пекине. О преимуществах создания особой экономической зоны вблизи городов Благовещенск, Амурской области и Хэйхэ провинции Хэйлудзян рассказал министр экономического развития Василий Орлов. Для особой экономической зоны промышленно-производственного типа выбрана удобная площадка в 400 гектаров с возможностью ее расширения. Находиться она будет рядом с будущим мостом между Благовещенском и Хэйхэ. На предмостовой территории планируется создать агропромышленные, лесопромышленные, инновационные и производственные комплексы. Уже определены потенциальные резиденты зоны. Это 27 крупных компаний, предлагающих реализацию инвестиционных проектов в области высокотехнологичных обрабатывающих производств, электроэнергетики, стройиндустрии. Предполагаемый объем инвестиций на реализацию проекта «Предмостовая» составит более 30 миллиардов рублей. Но проект будет реализован лишь в том случае, если построят мост через Амур. И к другим темам. На завершающем этапе ремонт железнодорожного моста через реку Бурея. Сооружение находится в зоне обслуживания Забайкальской железной дороги. Реконструкция моста, напомним, началась еще в 2010 году. Полностью сдать объект в эксплуатацию запланировано в 2015. Замена шестого мостового пролета, работа по которому завершились на днях, производилась подрядной организацией с помощью специальной плавучей системы. В этот период движение по Транссибу через реку Бурея в обоих направлениях осуществлялось по соседней мостовой линии. Так, на реконструкцию моста длиной в 580 метров компания РЖД потратила уже около миллиарда рублей. Выезжать на федералку, минуя город свободный, большегрузы и другой транзитный транспорт смогут только в следующем году. Спасительную 11-километровую объездную дорогу построили лишь наполовину. Один из подрядчиков не уложился в сроки сдачи объекта, пишут зельские огни. На сегодняшний день в эксплуатацию сдан первый участок трассы с нулевого по четвертый километр. Его строительством занимался ЗАО «Асфальт». Второй участок с пятого по одиннадцатый километр должен был быть построен к 31 октября. Однако компания «Алмаз Трансстрой» не уложилась в отведенные сроки. Одной из причин, по которой подрядная организация не справилась с поставленной задачей, стало наводнение 2013 года, помешавшее работам. В итоге достроят объезд только в следующем году, тем не менее, уже готовый участок трассы позволит большегрузам выезжать на федеральную трассу, минуя поселок Дубовка, микрорайон, входящий в состав города, через который ранее лежал их путь. Это позволит спасти хотя бы часть уже и так изрядно разбитых свободенских дорог. Члены партии ЛДПР предлагают предупреждать автомобилистов о предстоящей эвакуации их машины на штрафстоянку с помощью СМС-сообщений. Если же после информирования хозяина авто в течение 15-20 минут не предпримет мер для устранения нарушений, то эвакуатор вправе принудительно перевезти машину на штрафстоянку. Депутаты считают, что для оповещения можно будет использовать службу СМС-информирования на едином портале госуслуг или номер телефона, который некоторые водители прикрепляют к лобовому стеклу перед уходом. Молочные реки и медицинские поблажки. Далее нашу программу продолжит рубрика интересных дорожно-транспортных новостей. Слово Елене Шаламенцевой. Ставки растут. В Преамуре решили повысить ставки транспортного налога для грузовых автомобилей. На последней сессии Законодательного собрания области 23 октября депутаты приняли закон в первом чтении. По нему ставка транспортного налога для грузовых автомобилей с мощностью двигателя от 200 до 250 лошадиных сил должна составить 65 рублей вместо 39. А для грузовиков с мощностью свыше 250 она вырастет с 51 до 85 рублей. Изменения вступят в силу не раньше января 2015 года. Невыездные. Почти 10 тысяч амурчан с начала года не смогли выехать за границу из-за долгов. Общая сумма накопившихся платежей составила 2 миллиарда 601 миллион 163 тысячи рублей. В основном это долги по алиментам, кредитам и штрафам. Чтобы в разгар зимних каникул не лишиться возможности отдохнуть на море, Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области предлагает гражданам заранее узнать о наличии задолженности. Сделать это можно на официальном сайте ведомства. Медицинские послабления. Дмитрий Медведев предложил сократить число медобследований для получения водительских прав. Идею главы российского правительства поддержал и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, правила медицинского освидетельствования для допуска к вождению были ужесточены. Соответствующие справки люди должны теперь собирать каждые 5 лет. Сейчас будущему водителю нужно собрать до 6 справок от психиатра, нарколога, хирурга, терапевта, офтальмолога, включая исследования на энцефалограмму. Собственно, последнее исследование на предполагаемую возможность появления эпилептических припадков и вызвало недоумение властей. Ведь люди, страдающие эпилепсией, и так стоят на учете. Поручение по упрощению процедуры дано Минздраву. Молочные реки. На трассе Благовещенск свободно перевернулся рефрижератор с молочной продукцией. Авария произошла ранним утром 31 октября. Как пишут дейские огни, причиной ДТП стал уснувший за рулем водитель. Как результат, неуправляемая машина съехала с трассы, врезалась в дерево и перевернулась. Женщина-пассажир, сопровождавшая груз, получила серьезные травмы и была госпитализирована. Сам водитель не пострадал. На момент аварии мужчина был трест. А вот перевозимая в грузовике молочка пришла в негодность и до заказчиков не доехала. Из-за падения рубля морские туристы стали реже ездить в Китай. Поток из Благовещенского в Хэйхэ снизился на треть. Затяжное падение обменного курса негативно отражается на китайско-российском приграничном туризме и количестве экспортируемых товаров. Сейчас на Хэйхэйском пограничном пункте пропуска можно увидеть незначительное количество выезжающих в Китай россиян. Экспорт продукции китайских предприятий также постепенно сокращается и, по прогнозам, может уменьшиться на треть. Ростелеком продолжает модернизировать телекоммуникационные сети в Амурской области и предлагает переключиться на оптоволоконную сеть метроинтернет. Новая технология позволит повысить надежность и качество сети. За время работы были проложены оптические каналы связи протяженностью более 700 километров. На сегодняшний день оптика подведена к 2000 домам при Амуре. В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию еще более 7000. В Амурской области услуги связи по новой технологии получают уже около 40 тысяч жителей. Сегодня к сети метроинтернет подключены все районные центры при Амуре, за исключением Акимчана. Туда специалисты планируют добраться к концу этого года. Не все знают, но благодаря оптике, то есть стеклянной трубке, внутри современных кабелей, телефонная связь становится качественнее. А информация по сети интернет с большей скоростью настигает адресата. А значит электронные письма доставляются без задержек. Да, человек из начала 20 века современному точно бы позавидовал. И обязательно написал об этом в письме из Благовещенска, которое раньше доставлялось почтовыми поездами и каретами 3-4 месяца. Здравствуй, Гриша. Первым долгом я, Надя, Надечка и Галечка шлем тебе свой привет и наилучшие пожелания. Сегодня в твой адрес сдали на почту посылку, в которой находятся две пары подошв и две пары набоек. Здесь ученики второго разряда пока, не вояки. Так, если что, мы находимся на очереди. О призыве молодежи объявлено на 25 апреля со строчкой по климатическим условиям до 1 июня. Поэтому, если Петю на 25 апреля не призовут, то тогда будет гулять до 1 июня. Посылаю тебе фото, которые сняты на пятый день Пасхи. На этот день хоронили Стефаниду Ивановну Шелудникову, которая умерла на третий день Пасхи. Эти открытки сняты на совсем дряных пластинах, но, судя по пластинам, снимки вышли удовлетворительные. Гриша, ты сложи эти открытки треугольником, и у тебя получится угол Амурской и Благовещенской улиц. Учета у нас на Пасху не было, а потому мы на Пасхальной неделе в пятницу и субботу торговали. Погода стоит весь апрель приотменная, так что первая половина была снежная, а вторая половина – день дует северный ветер, а бывают и такие дни, хоть в одной рубашке ходи. Сегодня, например, утро было ясное, а к вечеру пошел дождь. Пиши, Гриша, что нового, затем будь здоров. Апрель от 20 дня 1916 года. Каяшников. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Наша программа и в интернете, в социальных сетях «Одноклассники» и «Фейсбук». Встретимся ровно через неделю. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова